я сгруппировал корневые проблемы в три главных области и вот эта информация это диаграмма она пришла из института решение институт основных жизненных принципов салис let's go over these and see if that doesn't help and then we will дали мы пройдем и посмотрим поможет ли это а потом будем говорить you remember the diagram with the first diagram еще вы помните вот первая диаграмма которую мы показывали the head all those different surface problems and surface causes там есть поверхностные проблемы поверхностные причины вы знаете часто часто в консультировании нам приходится сталкиваться с людьми страдающими от гнева или похоти но нам нужно помнить о корневых проблемах корневых вопросах холли святой помочь нам и мы должны спрашивать в какой области эти люди дали место дьяволом и должны спрашивать дух святой об этом а потом мы переходим к этим четырем шагам я не пытаюсь из вас сделать таких знающих консультантов но я на этом уроке даю скорее принципы окей россияр силы бас давайте посмотрим в нашу наше руководство in what three areas do we give ground a site каких трех областях мы даем место дьяволу we've already talked about this мы уже об этом говорили the last of the flash last of the eyes the pride of life похоть плоти похоть глаз и житейская гордость again that's a morality и я снова повторяю это аморальность grid жадность и горечь i gave you the scriptures of those earlier я давал вам писание об этом ранее ok let's go to the next point давайте перейдем к следующему пункту on the what three things keep one from seeking counsel значит это пункт латинской цифрой 5 после цифр 2 какие три вещи удерживают нас от консультирования i'm not going to teach on these i'm just going to give you the points and give you scriptures you can write it down я об этом не буду учить но я просто дам вам места писания которые вы запишите number one номер один pride гордость proverbs 16 5 притчи 16 глава 5 стих и 16 и 18 стих some people simply don't want to humble themselves некоторые люди просто не хотят себя смирять enough to seek counsel чтобы получить это консультирование рукавов совет они просто горды хорошо второе бунт первое царство пятнадцать двадцать третий стих первое царство пятнадцать двадцать третий стих номер три номер три лэйзи нас лень seeking god takes effort чтобы искать бога необходимо приложить усилие proverbs 19 15 притчи девятнадцатая глава пятнадцатый стих proverbs 14 23 притчи 14 глава 14 23 притчи 14 глава 23 стих ok the next point what does god say about one who will receive counsel что бог говорит о тех кто принимает совет амигибисы пассажис я хочу что я хочу дать вам несколько отрывок отрюков давайте посмотрим в наш в нашу наше руководство Я вам дам места Писания, где говорится о том, что Бог говорит о принимающих советах Притчи 12, 15 12 глава, 15 стих Притчи 13 глава, 10 стих Притчи 19 глава, 20 стих Хорошо, следующий пункт Возможно, этот пункт, его нет в вашем руководстве Здесь есть такой вопрос, он под номером 6 латинскими цифрами Когда мы должны искать консультирование Первое Когда у нас бремя слишком тяжелое для того, чтобы его нести в одиночку В 6 главе послание к Галатам, 2 стих Галатам 6, стих 2 Второе Когда мы ищем освобождение от чего-либо Это вопрос? Нет Это говорит, когда мы должны искать консультирование, и ответы на него первый Когда бремена слишком тяжелые для нас Когда мы ищем освобождение от чего-либо Второй пункт, когда мы, нам необходимо консультирование, когда мы хотим освободиться от чего-то Притча 11, 14 Написано, во множестве советников есть освобождение в притчах Пробес 11, 14 В русском переводе это звучит, вероятно, несколько иначе Номер три Номер три Будьте добры Откройте Деяние, 20 главу, 31 стих Деяние 20, стих 31 Поэтому бодрствуйте Помятуя, что я три года, день и ночь Непрестанно со слезами учил каждого из вас Now, what's the word there? I did not Well, it said He said I did not cease to What? Warn everyone? Or admonish everyone? Acts 20, verse 31 Did not cease to what? I didn't teach you Three years I didn't Taught you Okay, this word taught in this passage Вот в этом отрывке слово учил Literally in the Greek means put into the mind Put into the mind Вкладывал в разум Он вкладывал Божьи мысли и Божьи ожидания в умы учеников И он им помогал получить понимание того, что им делать Бог понимал им понять, что Бог ожидает от них И это то же самое греческое слово, которое используется в других отрывках Возможно, в русском языке или в английском оно звучит иначе Но буквально греческое слово переводится как вкладывал в разум Давайте заглянем в 15 главу послания к римлянам в 14 стих Римлянам 15, стих 14 И сам я уверен о вас, братья Что вы полны благости Исполнены всякого познания И можете наставлять друг друга И вот здесь слово наставлять Это то же самое слово, что учить То есть вкладывать в ум В разум Давайте также запишем себе Колоссянам 3, 16 И первое Пессалоникийцам 5, 12 Итак, четвертый пункт Мы должны искать совета Нам нужно искать совета или консультирования Когда нам нужно раскрыть, разоблачить такое слепое пятно И что же этим слепым пятном является? Кто из вас хотя бы раз в жизни водил машину? Когда вы ведете машину У вас зеркало над головой Зеркало слева Зеркало справа Когда вы сменяете полосы движения Когда вы сменяете полосы движения То есть когда вы хотите переехать на следующую полосу Бывает двухполосная дорога И путь идет вот в этом направлении То есть я могу ехать по этой полосе Или по соседней полосе Например, я на правой полосе И мне нужно, я хочу переехать на левую полосу Я смотрю в зеркало над головой Вижу машины позади меня Я могу посмотреть в правое зеркало Смотрю в левое зеркало Да, смотрю в левое зеркало Но если я не поверну мою голову Есть прямо вот за дверцей машины Область, которая называется мертвой зоной Вот это слепые потно Я не могу видеть ее в зеркало Над головой Я не могу ее видеть в зеркало слева И если я не поверну мою голову Чтобы во время перехода на соседнюю полосу движения То я могу ударить машину Которая находится прямо рядом со мной Вот это называется такое слепое пятно Каждый из нас имеет в своей жизни вот такие слепые пятна Мертвые зоны И это вещи, которые видят окружающие, но сами мы за собой не замечаем И мы можем иметь Мы можем иметь людей, с которыми мы дружили Вот они обиделись и больше друзьями быть не хотят И вам необходимо в таком случае пойти к консультанту Кому-нибудь, кому вы доверяете И сказать, слушай, пожалуйста, будьте честны со мной У меня эта проблема, она продолжается Что вы видите в моей жизни, чего я сам не вижу И иногда в любви нам могут раскрыть вот это слепое пятно Которое поможет нам увидеть проблему у нас имеющуюся и измениться Понимаете? Итак, номер пять Это был четвертый пятно Пять, пожалуйста, четвертый пятно Если у нас есть слепое пятно, которое необходимо раскрыть, увидеть Если нам необходимо принять важное решение Номер пять Тогда нам нужно консультирование Причь двадцать, двадцать второй стих Причь двадцатая глава, восемнадцатый стих И двадцать четвертая глава, притч шестой стих Что-что? Би-соу-кай, повторяйте местные стихи Открытие стихи Все три? Нет, последний пункт Пятый Причь пятнадцать, двадцать два Притча двадцать восемнадцатый стих Притча двадцать четыре, шестой стих Каким образом, это седьмой, мы получаем право задавать личные вопросы? Это в нашем руководстве, это под римской цифрой семь Каким образом, мы получаем право задавать личные вопросы? Есть в консультировании такие времена, когда необходимо задавать личные вопросы Ну, то есть, вот личные вопросы о человеке Главная причина, почему у людей появляются проблемы, потому что есть грехи или какие-либо неудачи Которые, точнее лучше сказать, так, грехи или какие-то неудачи, которые скрыты Мы уже читали двадцать восьмую главу притч, четырнадцатый стих Что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха Тайные грехи должны быть исповеданы перед Богом Или перед теми, в отношении кого мы согрешили Совесть освобождается, когда человек исповедует что-то, например, мужу или жене Или родителям своим Или пастору Причина, по которой человек исповедует свой грех Как человека можно побудить исповедовать свой грех Возможно, объяснить ему корневые проблемы И это может, возможно, помочь ему не повторять это и освободиться Иногда люди исповедуют частично свой грех, но не всю проблему, не весь грех Полное исповедание производит смирение Полное исповедание производит смирение А частичное исповедание, оно не дает полной свободы Иакова 4, 6 Бог противится гордым Иногда вам нужно Иногда нужно Отца, мать, сына или дочь подготовить к тому исповеданию, которое они должны услышать И ваше руководство может помочь им То есть, как эти родственники Нужно родственникам иногда положить Помочь увидеть, каким образом они могут Внести свою часть в разрешении проблемы И также, возможно, нужно подготовить их к тому, чтобы простить без условий каких-либо Чем больше времени вы потратите на то, чтобы записать проблемы человека Тем больше свободы у вас будет для того, чтобы задать личные вопросы Извините, пожалуйста, я не точно перевел Чем больше времени мы употребим, чтобы выслушать проблемы человека Уэйн сказал Выслушать проблемы человека Тем больше у нас будет возможности Затем задать ему личные вопросы Спасибо, что вы задаете вопросы Если что-то не поняли, просто спрашивайте Когда вы записываете вопросы То вам То есть, вам нужно Причины Когда вы слушаете, то вам необходимо запоминать причины Которые привели к определенным последствиям Если, например, у родителей есть проблемы с ребенком Может быть, стоит спросить Вы были послушны вашим родителям? И если они не были послушны То будет правильным предложить им попросить у своих родителей прощения И почтить своих родителей, если вы их не почитали раньше Вопрос номер восемь Латинскими цифрами Как вы используете вопросы Для того, чтобы добраться До корня проблемы Давайте прочитаем Вопросы о спасении Какие события привели вас к спасению? Уэйн говорит, что здесь написано Что привело вас к спасению Но Уэйн уточняет, какие события привели вас к спасению Это поможет вам понять, вообще спасен ли человек Он может сказать, я видел яркий свет и почувствовал хорошо Если человек вообще о Ешуа не говорит, так он, может, вообще не спасен В моей жизни, говорит Саша У тебя есть вопрос просто Хорошо Следующий вопрос Сомневались ли вы когда-либо в своем спасении? Сомнения приходят к верующим и неверующим Если человек настоящий верующий, Сатана будет пытаться заставить его сомневаться Но если он неверующий То Бог будет заставлять его сомневаться Так или иначе Вы можете снова объяснить им, помолиться с ними вместе И пригвоздить это Утвердить Вы можете спросить, хотели бы вы избавиться от сомнений? Можете потом им объяснить о душе, духе и теле И разум это поле сражений И Сатана будет стараться вас Посеять вас Сомнений, если вы истинный верующий Но ваш дух, он возрожден Но ваша душа, она в процессе спасения Спасается Иакова 1.21 Мы принимаем Слово Божье, которое может спасти души наши То есть людям нужно объяснить разницу между духом и душой Хорошо, вопросы о посвящении Посвятили ли вы свое тело Богу? Римлянам 12 глава 1-2 стих Павел говорит нам предоставить наши тела в живую жертву И отдать наши тела Богу Вот как одновременное, единовременное действие И мы должны умирать ежедневно Мы должны отдавать свое тело Богу ежедневно Чтобы это работало Сатана хочет отвлечь верующих От того, чтобы отдавать свое тело Богу Для того, чтобы они жили для Него Сатана будет приносить ложные идеалы И строить твердыни в уме человека Я верующий Я верующий, но в церковь ходить не хочу Потому что там лицемеры собираются Это твердыния, это ложное мышление Возможно, там причина корень горечи А может быть, человек просто вовлечен в грех, аморальность И он просто не хочет с этим грехом разбираться И он таким образом замкнулся Себя изолировал Идите глубже Не останавливайтесь на том, что он говорит о лицемерах И попытайтесь докопаться до корневых проблем Обычно Люди в таких случаях не хотят расстаться С дружбой неправильной Или с какими-то греховными действиями Хорошо, вопрос Были ли вы погружены С момента уверования Мы сейчас на этом остановимся И сделаем перерыв Выражение нашей внутренней веры в Яшуа Римлянам 6, verses 1-5 Римлянам 6, verses 1-5 Там говорится, что там Что через погружение отрезается путь Потому что погружение — это не просто какой-то внешний акт Есть сила в водном погружении Чтобы помочь верующему жить победной жизнью Верующий не может жить победной жизнью, если он не был погружен Это один из шагов, ведущих к тому, чтобы жить победной жизнью Без греха И это необходимый вопрос В определении, насколько посвященной жизнью живет человек Я думаю, что завтрак вас к вам просто взывает Обед вопиет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!